запись пошла здравствуйте друзья с новым старым годом мы самый счастливый народ на планете им только раз удается отметить новый год а нам два раза посмотрите сюда сегодня мы будем говорить о корневых отводках здесь их нет это просто я пользуюсь случаем чтобы показать что вот эти вот маленькие саженцы за ними никто не ухаживал их никто не поливал удобные компактные это вырастите вырастили дети сенька вырастил вот надежде хоть немного заработать деньги конструкторы 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 счет пошел на сотни за несколько лет помогаем покупаем все-таки приучаем детей работать вот это тепловая подушка видите сейчас покажу вот такие окрестности атака так атака так атака так и пошел я затем чтобы зачем приехал так темы сегодня все корневые отводки ценнейшая вещь но недооцененная огромной армии которые внушили ужас страх и ненависть корневым отводкам будем это исправлять температура видите не видите 20 22 утром было 27 теплейшая зима ни разу не было 30 мне такое незнакомо плохо или хорошо конечно вот рядом персик смотрите вот он привет на корневой отводок а вы про это будем говорить посмотрите живой нет да что ему сделается вот видите вот это персик это персик хасанский вот верочка дальше раз мы говорим о корневых отводках вот значит так они любят расползаться с помощью ну для них также огромное количество урожай дают вот меня вот здесь за забором здесь за забором да этих заброшенный сад и этих вишен и отводка в великое море но они практически дикие вот и пока их собирают местные ну там приходит константин и приходят с лестницами с ребенками можно удобно вот вот они и вот получается так лет 20 назад построилась бабушка здесь со своими внуками а потом дальше купил олег у них участок вот тот момент были взрослыми только вон там вишни видите и слева одна слева это и другое дает отводки так вот это уже я садил я садил я садил 15 я купил участок вот это вот две груши из моих саженцев пошли которые я соседу где-то дарил где-то продавал вот абрикосы тоже видите им не многое всего чуть больше 10 лет но урожая огромные сами растут быстро без всякого ухода ну сосед с удовольствием их калечил отрежьте одну ветку и тут же рядом соседние загибается это все было но опять я все-таки про отводки давайте все больше не отликаюсь и так выглядит так посадили здесь дерево потом сосед уничтожил его потому что здесь всегда свисал вот этот шланг вот он видите шланг от снега я его не убираю снег спасает вроде бы от разрушения то вот и и всегда лилась вода лилась днями часами удобно тут же посуду мыли под спад этой струей и в конце концов билету вишню она давала отводки вот тут они были один из них превратился прекрасное дерево я не поленись постараюсь вернее чтобы моя помощница девочка которая монтирует эти фильмы ставил сюда фотографию напоминаю девочка студентка 7000 получает стипендию колледж и подрабатывает по 200 рублей я плачу если кто-то из вас подкинет 200 рублей а лучше 100 не так это самое разорительно значит будет лишние фильмы смонтированы пользы от них будет посмотрим итак на фотографию полюбовались так на ней тот самый сенья которому тоже нужно вешать деньги на конструкторы я из него супергения выращивать куда деваться здесь глубинка не будет особый склад ума не не выйдет люди сейчас клановая система вот сами знаете прорваться невозможно только особую эти нужно иметь особые способности выше средних чтобы пробиться в этой жизни особенно в тупике где живу вот оживаю в городе саногорске а вот этот сад шушенском районе красавиевского края и вот смотрите посмотрели что может превратиться от водок специально говорю вот и я его опять улучшил смотрите на прививки одна пошла ты не пошло но если вы обратите внимание вот это вот уже как он отличается чувствуете влияние генов через но это будет отдельный разговор и уже был не раз пойдемте теперь смотреть пока идем я что вам скажу друзья десятки раз было так звонок валерий константинович звонки значит вот сливы есть есть отводки дают дают трубки пи 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 даже забывают попрощаться настолько их разочаровать слова да дают и вот эти отводки да смотрите здесь у меня отводки вишен и слив давайте смотреть вот эти вишни они дают очень большие урожаи с той стороны я показывал вам повторяться не буду вот подъезжает допустим грузовик и прямо с кузова собирают 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 показывал на вебинарах не раз и какие отборные вишни почему отборные внимание чем хороши вишни кроме прочего есть отводки отдельная вот смотрите ее можно откопать вот когда мне было гостях и на сан савидич поезд каких уже гостях уже не в гостях мы сотрудничаем но здесь вот делали так внимание вот так видите вот в этом месте мы перерубали поповину потому что все они связаны между собой вот это отводки почему они и было бы сотни это было спрощенная за хотя мои вишни вот эти они перекочевали стол участка вот мой первый участок вон там за забором а я называю штамба хотя не только сам на готовое пришел приехал нашел выкопал посадил и получили смотрите согласились что они штамбовые вот отводок цены им нет вот здесь мы перерубали поповины здесь перерубали здесь перерубали здесь перерубали теперь они обросли собственными корнями это один из технологических приемов первая посреди лета перерубаем и осенью или там следующей весной скомом земли можем выкапывать видите вот можно прививать смотрите вот прививка вот это уже черешня вот прививка не сомневайтесь из двух пошла одна она пошла вот она здесь будет черешня почему здесь погуще и так вот раз два три четыре все-таки еще вернусь потом забуду к теме я это называю инфицирование везде и всюду я показывал на вебинарах не раз фотографии фотографировал вот здесь деревья были моложе на 10 лет вот эти вот вишни штамбовые здесь я сбоку веточку корневой отводок но который прямо от корня шел не на таком расстоянии а прямо от корня я внедрял привал черешни все черешни пошли и пожили соседу я говорил так олег сейчас черешня растет допустим это черешня сбоку тогда вот так вот эту отрезаем эту даем простор даем простор и через несколько лет большая часть этого дерева будет уже черешней вот кстати обратить опять отвлекаясь видите никогда не отрезаю заподлицо со штамбом никогда вот это одно из моих величайших открытий величайших потому что уничтожение деревьев с помощью обрезки на кольцо заподлицо со штамбом приняла гигантские вселенские размеры я не сказал как прием обрезки я сказал уничтожение деревьев с помощью обрезки видите как отвлекаться приходится а куда деваться и вот получается я сделал вот эти черешни плоды вкуснее это факт и одна из них ну еще вы сами знаете когда это вначале наберут прохожие ведро потом просят подойти крану набрать воды зачем вода а помыть и сразу есть 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 это факт исторический не один и вот они получаются так вот здесь была самая вкусная получилось вот пень видите вот и однажды это дерево рухнуло тоже есть фотографии но не могу и бесконечно вставлять здесь на вебинарах были подвернется покажу на очередной вебинаре или на следующем или на следующем вот и вот она ветка самая толстая рухнула переломила дерево практически переломила и видя что ему уже не жить я его спилил но таких случаях когда дерево погибает это его историческая особенность историческая так уж получилось что именно там где близко грунтовой воды вишни черешни и яблони приобрели свойства как более устойчивые к сырости привели свойства к вот таким вот подвоем а я оговорился вот таким корневым отводкам и они продолжают роль не с помощью семян хотя если это тоже вот но я заметил семенами практически не размножается в нашем краю хотя их море гигантское количество миллионы миллиарды семян яблонь во всей тайге а разложается в основном корнями отводками вот так и здесь тоже это касается вишни в данном случае сейчас вы же видите вот перепривитая на черешню вишня вот и главное что и мне осталось проверить так как мне удалось сделать вот эту погибшую вишню двумя годами раньше сладкой ну не совсем сладкой но назовем ее съедобный вы же знаете что классическую вишню есть невозможно заработаете гастрит а здесь оказалось возможно и мне теперь осталось дождаться еще ни одной ягодки не было но вот спал постарше вот это постарше вот а почему кстати она обрезана а у меня вот эти веточки уже просят мне достаточно убедиться что здесь получится уже над водках не на главным деревом на были съедобные а именно на отводках сладкий то есть съедобные или несъедобные если съедобные вот буду эти веточками торговать а пока нет заметьте ни одной не срезал вот я не этот не халтурщик так какие-то заплодоносят видите какие они уже русинки вот такие дела а вот это что такое я сказал 4 было вишней раз два три четыре как среди них оказалось вот это вишня эта бабушка садила и посадила китайка слива китайка красно-желтая огромные урожаи так показывал на эти самые как дети собирают эти ведро за ведром все это видели на вебинарах так вот кстати сегодня у нас суббота до 15 а вебинар будет 17 возможно фильмы не успеете увидеть но потом будет 24 плюс 7 дней 24 вот и так далее то есть вебинарах все это подробно с фотографиями совсем но почему нужны такие съемки они тоже очень важны вот потому что они попадают не только в youtube они попадают еще в яндекс а значит смотреть моду все кому не лень и вот получается так вишня можно раз вот два вот три так и наконец 4 так которая перешла вот ее потом что сапнем спадем и наконец слива вот это слива сам интересный среди как почему я процедки она тоже это тут тут их нету 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 вот это все вишни 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 вот они шли сюда 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 но мешали еще предыдущим хозяев вот и вот уже дошли сюда бах вот она вот она потом что вот эта вишни вот кстати штампе и не делал вот не вздумайте меня это самое можно ты хоть и то я штамп не делал сам образовался вот и так вон хозяин это мама а это даже не сыновья это уже внуки правнуки то есть шла она сюда вот это все вишенки видите эти самые от вишни вот допустим от этой да вот этот а то есть ли вы ну коса тут коса коса это сыновья там или там дочки погибли внучки погибли а правнушки вот они теперь они будут плодоносить посмотрим какие дадут плоды мне все же интересно почему вот здесь вот я же люблю издеваться над собой вот это вот прививка у меня здесь случайно почти случайно уцелел супер сорт под названием чернослив чижика не знаю истинное название истинного я не знал я все таки что сделал назвал по-своему раз у супер садовода а у нас все супер садовода у нас царногорских было десятки вот вот такие а у него были сумасшедшие урожаев деревья веточку я ему это чашелковицу он мне значит эту чернослив я назвал чернослив чижика вот прививка вот здесь и вот здесь у меня на этом дереве на китайское слива под названием и опять же самопальное название никто не знает истинное название она здесь самое распространенное и вкусное я как называю красно-желтая да вот и вот она прививка а вот это тот самый чернослив его размножить надо бы вот ну-ка по моему уже размножать то ничего вот уже размножать ничего ветка уже умирает ну-ка вот она вот она вот она раз два три все вот она кстати обратите внимание кто разбирается кто разбирается посмотрите я не обманул вас вот почка кто разбирается вот это почки именно этой самой чернослива все это мое это мое погреб ой если бы не эта съемка я бы даже и не сообразил бы посмотреть а пришел по-другому и так сюда внедрены гены чернослива китайку кстати хорошо прижилось а это два разных совершенно под вида скажем так разных и вот теперь получается вот здесь изменений я не обнаружил вот эта ветка никак не повлияло на генетику китайки была китайка осталась китайка был чернослив остался чернослив но посмотрим может где-то вылезет у внуков правнуков видите да ну скажите что это все не интересно говорю скажите что сейчас отключу к чертой матери компьютер вот пойду покупать вот ближайший этот самый питомник у которого конечно же такая руль я знаете еще всегда удивлялся люблю поговорить извините я принципе эту тему закончил нет не закончил гоняться на прививку персика видите ай собака пришла жрать хочет так уйдет победится уйдет ой-ой-ой-ой я же ей привез еду никому не нужны с табаки а знаете почему потому что я представил себе что в следующей жизни а реинкарнация существует я боюсь что реинкарнация существует а значит все друзья кто-то из нас в следующей жизни будет собакой иди сюда белый иди сюда друг сейчас я быстро готова убежит он сразу не дальше обижается уходит сейчас 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 на держи не дай мне бог родиться в следующей жизни собак хотя у нас к людям многие относятся хуже чем собак сейчас 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 так ух я ненадолго отвлекся кстати отсюда он персик который торчит выше все это самый выше защитный назовем ее ограды зимой пока нет посмотрим вообще я заметил мои деревья больше боятся заморского время цветения чем чем морозов а тут еще и морозов не было минус 30 предел пока принял что я могу сделать я могу накаркать что будет это были же у нас в апреле 20 градусов мороза бывали и не раз а потом жди урожая так что то я и так на вишни черешни можем привать корневой отводки ценнейшая вещь сохраняет материнские качества вот что есть семечко косточки еще не известно чтобы выросла вот может хуже может лучше а вот с этих корневых отводков то копия мамы и так как я внедрил туда гена чернослива может быть что-то проявится бывает проявляется не сразу через поколение мендель он конечно цифры здесь не выдерживается типа три к одному ну там рецессивные доминанты но дело в том что они не могут выдержаться из-за сумасшедших условий содержания ведь когда-то эта вишня пришла с юга шла долго она пришла с этого самого с юга европы со средиземном море до было дело так шла она через россию через европу урал и сюда пришла они через не со средней азии это так небольшое уточнение что получается это мы говорили про вишни на нее можно привать черешню нас это а вот еще можно привать гораздо шире абрикоса кардио отводки тут есть хитрости на них сейчас не буду чтобы подольше бы абрикос продержался могут можете перерасти но вот чернобаева не перерастает я смотрю с удивлением глубоко широко раскрытыми глазами вот видите вот смотрите мертвая прививка плохо поддается вот сразу не удалось внедрить абрикос почему китайка а венгерки но они мне там далеко отсюда на венгерки лучше приживается этот момент что еще вот раз уж получилось что значит персик приживается видите так что еще абрикос персик ну а луча черн ну конечно местах где близки грунтовой воды а от корневой отводки не у них нет центрального корня есть возможность испытать абрикос и хорошо у кого получаются эти удачи хорошо если получается тогда надо что делать друзья мои надо делать второе третье поколение и тогда закрепить эти свойства вот я так делал но все-таки я не институт штате у меня только можно сказать сам себе режиссер сам себе садовод естественно мои возможности ограничены это направление я остановил через 10-15 лет мы и абрикосы на сливах погибли короткий век связан с частичной биологической несовместимости ну вот пожалуй все сейчас замерзает мы любой минуты остановится запись пальцы уже замерзли толстых рукавиц и вот легкий приятный ветерок который морозит нас так носит правение который рассказывал сказки знаете когда я публично был обвинен в халтуре халимовым без такой вот заслуженная агроном заслуженный в общем кандидат наук вот который 20 лет назад поспал ко мне ненависти возможно потому что в сибири все это растет вот персиковый абрикос украины видите вот вот розмарин черт знает откуда видимо с самого юга вот голден деле сейчас плодами то 500 грамм что еще показать с волги мне прислали мне прислали абрикос под названием дар небес супер фаина мой личный сорт вот красота какая колновидная яблонь которые я приучил в сибири приучил потому что я вам показывал яблони по колено которые такими остались с рынка вот 13 лет 14 лет они мне до колена до сих пор и это вы видели да вот я почему говорю потому что почему я сказал что про эту ненависть потому что считаю что здесь я я всегда объективен я всегда говорю правду идет великое потепление да но кто-то скажет да железов да у него морозов то нет вот сам рассказывает тут же получу морду комок грязи тут же получу вот но это самая теплая зима а сегодня уже послезавтра крещенские морозы а их почти не будет там 20 может быть градусов вот но я всегда из-за своей откровенности страдаю капитально я калечу деревья внимание посадите никакой халтуры видели никакой халтуры никакой оставляю ровно столько на развитие остальное уходит посылка посмотрите я никогда не делаю так что вот допустим ветка да верхнюю половину вам а нижнюю мне нет или вот тут длинную срежу а там примерно метра двадцать вот и себе оставлю и вам еще два обрезка по 50 нет вот только самый низ ветки однажды у меня не все же меня ненавидят мой друг чернышов царство небесное валерий петрович мы с ним дружили а он кто а он ученый агроном а он зам зональной станции садоводства саратова вместитель мы с ним искренне дружили вот он мне кое-что присылал так и от него я все открывал сам и те два-три открытия не моих я всегда с благодарностью даже все которые мне подарят только один секрет основополагающий который отменяет все что было вот например вы знаете брать середины ветки брать середины ветки кто это первый придумал миллионы разу повторили и только чернышов царство ему небесное сказал константинность бери на прививку нижнюю треть ветки и вот я оставляю это все-таки учебный фильм и ничего что я уже не про эти а вот быть и отрежет кусочек пусть только а может быть ничего страшного что это другая тема оставляет только на развитие из этих вот огрызков 3-4 почки вырастет и воде 3-4 побега снова может чуть короче уже каждое поколение короче но еще полноценных а вы из той ветки тот метр что я отрезал и нижняя часть этого метра 50 процентов уйдет к вам и вы оттуда возьмете самые нижние почки